Эксперты ОНФ возьмут на контроль уборку территорий и вывоз снега в Нарьинмаре. Ежедневный мониторинг будут вести председатели ТОСов и старосты микрорайонов города. Вместе общественники попытаются не допустить ситуацию, когда жители отдаленных территорий по несколько дней ожидают дорожную технику, находясь в снежном коллапсе. С наступлением зимы жители микрорайонов города каждый день рискуют оказаться в снежной блокаде. В дни, когда в Нарьинмаре бушуют пурга и метели, чистый город просто не справляется с накопившимся объемом работы. И зачастую самые отдаленные микрорайоны ждут дорожную технику по несколько дней. Попытаться переломить ситуацию в свою пользу старостам и председателям ТОСов предложили активисты Общероссийского народного фронта. У каждого есть свои участки. Все могут отметить, когда-то почистили, тогда-то не почистили, такая техника была, тогда-то снег был, пришли на третий день, на второй, на первый. То есть у нас реально сложится истинная картина того, что существует с уборкой отдаленных территорий города Нарьинмар. Потом проведем разбор полётов. Полный смысл этого слова пригласим в городскую администрацию людей, которые ответственны. Если мы этого не сделаем, на самом деле ничего не поменяется. Всё будет вот так вот гаситься, гаситься, гаситься и в конце концов люди будут страдать. Старосты и председатели ТОСов предложение приняли и в ответ выдвинули своё. Убрать снежные завалы они могут и сами. Почти в каждом микрорайоне есть жители, владеющие собственной снегоуборочной техникой. Просим отдать нам уборку дорог в наш микрорайон. У нас у жителей есть своя техника. Когда были аукционы, мы говорили о Родионовском, разбейте, выйдите отдельно наш участок. Мы сами примем участие в аукционе, выиграем и наймём своих же жителей, которые в 5 утра идут и почистят, но всё. А не в 6 вечера, когда уже все с работы идут, по колену. С позиции Виктории Бобровой согласны и другие старосты микрорайонов и председатели ТОСов. Своя техника есть и у жителей Сахалей на Захребётке и Мирного. Дело осталось за малым – найти механизм взаимодействия чистого города и жителей. Сегодня уборка территории и вывоз снега является частью муниципального задания предприятия. Это значит, что отдать часть задания чистый город сможет только через субподряд. По этой схеме, которую вы просите, никто не пойдёт. А если вот действительно правильно, через субподряд, да, но это должно быть финансирование достаточно. И они заключаются там с мирным. В этом вопросе эксперты ОНФ пообещали помочь. Как и помочь в разрешении одной из самых острых проблем всех микрорайонов города – недостаточном освещении. Ни индивидуальные, ни коллективные заявки старосты и председатели ТОСов в городскую администрацию до сих пор не принесли никакого результата. По информации представителей депутатского корпуса Гурсовета, в бюджете Наринмара на будущий год не заложено ни копейки на дополнительное освещение микрорайонов. В чистом городе это только на обслуживание действующих сетей заложены деньги. На новое освещение ни копейки, на установку новых сетей. То есть это нам нужно вот тогда вместе мое предложение – сформировать общую заявку. По всем районам прибыли. Направить именно в администрацию города и контролировать. Такая заявка будет составлена по предложениям старост и председателей ТОСов и отправлена на имя главы Наринмара от Общероссийского народного фронта. Активисты движения надеются, что таким способом удастся достучаться до руководства города и на первоначальном этапе добиться средств на разработку проектной документации по установке дополнительного освещения в микрорайонах города.